Когда-то на реке работал прекрасный лоцман мистер Ха. Он был лунатик. Рассказывали, что если его тревожил какой-нибудь скверный участок реки, он обязательно вставал во сне, ходил и проделывал всякие странные вещи. Однажды он, в продолжении одного или двух рейсов, шел напарником с лоцманом Джорджем И. На большом новоорлеанском пассажирском пароходе. В начале первого рейса Джордж довольно долго тревожился. Ему было не по себе, но постепенно он успокоился, так как мистер Ха по ночам не вставал, а спокойно спал в своей постели. Однажды поздно ночью пароход подходил к Хеллене, штат Арканзас. Вода стояла низко, а фарватер у этого города — один из самых запутанных и неясных. Ха проделал этот переход позже И. А так как ночь была на редкость ненастна, угрюма и темна, И уже стал раздумывать, не лучше ли ему вызвать Ха на помощь. Как вдруг дверь открылась и Ха вошел. Надо заметить, что в очень темные ночи свет — смертельный враг лоцмана. Вы верно обращали внимание, что когда стоишь в темную ночь в освещенной комнате и смотришь из нее, нельзя на улице разобрать ни одного контура. Но если потушить свет и остаться в темноте, предметы на улице выступают довольно ясно. Поэтому в очень темные ночи лоцманы даже не курят. Они не позволяют топить печь в лоцманской рубке, если там есть щель, через которую может проникнуть хоть малейший луч света. Они заставляют завешивать топки огромными брезентами и плотно задраивать световые люки. Тогда пароход никакого света не дает. Неясная фигура, появившаяся в рубке, заговорила голосом мистера Ха. Он произнес. — Давай я поведу, Джордж. Я проходил в этом месте после тебя. Оно до того запутано, что, по-моему, мне легче будет вести самому, чем давать тебе советы. — Вот за это спасибо. Клянусь, я с удовольствием уступлю тебе место. Я тут потом и зашел, бегая вокруг штурвала, как белка в колесе. Так темно, что не разобрать, в какую сторону пароход идет, пока он волчком не завертится. И опустился на скамью, тяжело дыша и отдуваясь. Черный призрак молча взял штурвал, выровнял вальсировавший пароход при помощи одного-двух поворотов и спокойно застыл у штурвала, легонько направляя судно то в одну, то в другую сторону. Так плавно, так мягко, словно вел судно в ясный день. Когда И увидел это чудо управления, он мысленно пожалел, что признался в своей беспомощности. Он только смотрел, изумлялся и, наконец, произнес. — Да, а я-то думал, что умею везти пароход. Как видно, ошибался. Ха ничего не ответил и безмятежно продолжал работу. Он дал звонок Лотовому, дал сигнал спустить пары. Он вел пароход осторожно и тщательно по невидимым вехам, а потом, стоя у штурвала, вперял взгляд в темноту и озирался по сторонам, чтобы проверить положение. Когда Лот стал показывать все более мелкую воду, он совершенно остановил машины. И наступило мертвое молчание и напряженное ожидание, как всегда, когда машины не работали. Подойдя к самому мелководью, он велел снова поднять пар, великолепно провел судно и снова стал осторожно везти его между другими мелями. Тоже терпеливое, заботливое измерение глубин, тоже внимательное использование машин. И пароход проскользнул, не коснувшись дна, и вступил в последнюю, самую трудную треть фарватера. Он незаметно продвигался во мраке, дюйм за дюймом, проползая над мелями, медленно шел по инерции, пока, судя по выкрику Лотового, не приблизился к самому мелкому месту. И затем с невероятным напором пара проскочил через мель и оказался в глубокой воде и в безопасности. И ждал, затаив дыхание. А тут бесшумно и облегченно вздохнул и сказал. — Такого лотсманского искусства на Миссисипи еще свет не видал. Я бы не поверил, если бы сам не присутствовал. Ответа не последовало. И он добавил. — Подержи-ка, — штурвал еще пять минут, друг. Дай мне сбегать вниз проглотить чашку кофе. Через минуту И в буфете запускал зубы в пирог и подкреплялся кофе. Как раз в это время ночной вахтенный был там же и уже собирался выйти, когда вдруг заметил И и вскрикнул. — А кто же у руля, сэр? — Ха! — Бегите в рубку, молниеносно! В следующее мгновение оба они мчались вверх по лестнице, в рубку, прыгая через три ступеньки. Там не было никого. Огромный пароход летел по реке, предоставленной собственной воле. Вахтенный снова выскочил из рубки, а И схватил штурвал, подал вниз сигнал задний ход и не дышал, пока пароход не отвернулся. Довольно так и неохотно отмели, которую он как раз собирался стукнуть так, чтобы она вылетела на середину Мексиканского залива. Наконец вернулся вахтенный и спросил. — Да разве этот лунатик не сказал вам, что он спит? — Нет. — Ну вот, а он спал. Я увидел, что он уйдет по верхней перекладине поручней, так же непринужденно, как другие ходят по мостовой. И я уложил его в кровать. И вот только что он опять был здесь и снова вытворял черт знает что, как ни в чем не бывало. — Ладно. В следующий раз, когда у него будет припадок, я, пожалуй, не отойду от него. Но, надеюсь, что они часто будут повторяться. Вы бы только посмотрели, как он провел судно у Хеллены. Я никогда в жизни не видел ничего лучше. А если он может быть таким золотым, таким бриллиантовым, таким бесценным лоцманом, когда крепко спит, чего бы он только не сделал, будь он мертвецом. Продолжение следует...